Приветствую всех, друзья! Сегодня у нас боевая партия от Михаила Таля. Белый играл Розетто Эктор. Парторош, 1958 год. Ну, а черный Михаил Таль. G3. Ну, а Таль до этого ответил G6. Ставят оба соперника своих слонов на большие диагонали. Ну, и короткая рокировка, белый отвечает тем же. То есть, пока у нас все достаточно просто, можно сказать, даже скучно. Соперники разыгрывают дебют. Но, с другой стороны, перед нами все-таки староиндийская защита. Это всегда интересно. Д5, конь А5. Стандартный прием, на самом деле. То есть, черный хотят себе ходом С5 обеспечить стоянку коня на поле А5. Потом ходом Б5 взрывать. Владя Б8, Е6 подрывать центр. Ну, и, конечно, все это делается при поддержке дальнобойного слона, который стоит на ЖСе. Ферзь Д3. Пешку С4 прикрыли. С5, Е4. Белый в ответ создает мощный центр. Ну, а Таль стремится его немедленно подорвать где-то при случае линию Е открыть для своей ладьи. То есть, чтобы все фигуры играли. Не концентрируются только на ферзьевом фланге, а пытаются и за линию Е побороться. Взятие. Видимо, лучше было здесь играть конь Д5. В партии СД. В Б5 пешки отправляются вперед и у белых небольшой плюсик. Слоны в 4, в Б4, отбрасывая коня на первую линию, либо на Е2 нужно было ходить. Владя Е8, создавая давление на пешку Е4. Владя Е1, С4. Черные пешки рвутся в бой, рвутся вперед. Соперник отступает. И интересный маневр. То есть, казалось бы, нужно куда-то ладью на Б8 отправлять. Но Таль видит, что нужно ладью подтащить на поле Е7. Слон Е3, помогая сопернику. Владя Е7. Конь Д2. Пока, на самом деле, белые еще не сделали какой-то тотальной ошибки. Не сделали просто плохой ход. И, тем не менее, от соперника требовалась достаточно серьезная точность. Таль здесь начинает просто-напросто путать. Играет Б3. Нужно было срочно отступить ферзь Сэйди. А в партии последовал более логичный ход. Взятие. Вроде бы, ладья по линии А подключается. Но Конь Б3. Ну, то есть, попытка отвлечь от пешки Е4 белых. То есть, в случае размена, конечно, можно будет пойти Конь Е4. Опять же, позиция, видимо, не вышла из-за пределов равенства. Тут тоже хорошая позиция. Но, тем не менее, на Конь Б3 соперник играет Ладья А4. Пытаясь поддержать напряжение. И вот Таль красиво сбрасывает фигуру. Но, на самом деле, друзья, это временная жертва фигуры. Слон Ф5. И выясняется, что белому ферзю некуда отойти. Все поля под контролем черных фигур. И остается только забрать на С4. Ну, тогда Конь Б2. Теперь, если забрать слоном, то шахом меняемся на Е1. То есть, тут у черных полный порядок. Перс А6. Даже пешку белые выиграли. Конь Е4. Перс Б6 на размен Таль, конечно, не меняет. Ж4. Ослабляет своего короля. Конь С5. Промежутки нападая на Ладью А4. Вот нужно было Ладью отвести, кстати, на поле А3. У белых была, видимо, еще хорошая игра. А в партии Ладья А7. Размен. Конь Д3 напали. Белый отводит Ладью на Ф1. И Ладья встает в пассив. Конечно, слон Е4. Пытаемся разменять защитника белого короля. Но и одновременно ослабить прикрытие белого монарха. Перс А3. Размен-размен. Перс идет на поле С4. Пешка Д5 под боем. С Е4 шах угрожает. Ферз Д6. Слон нападает на ферзя. Ферз Д6 на размен. Ферз Е4. Ну, вот, видимо, здесь снова нужно было пойти все-таки Ф3. Партия же король Ж1. Конь Е5. Предлагая ответить Ладью. Конь Ф3. Тут все понятно. У черных просто выигранная позиция. Поэтому ответное нападение. Но промежуточный шаг. Ферзь отступает на поле Е5. И угрожает мат в один ход. Приходится королем возвращаться в центр. Конь Х4. Король Ж1. На самом деле позиция выглядит запутанная. Но гроссмейстер Стоквиш говорит ничего не знает. Абсолютное равенство. Но, видимо, это для гроссмейстера Стоквиша равенство. А вот по-человечески, мне кажется, что у черных просто победа. Если бы я не знал оценки движка. Потому что поля в лагере белых серьезно ослаблены. Слон Д6. Продолжаем усиливать позиции. Ну, и вот здесь нужно было поднять страшный ход. Ход слоны в 4. И только так можно было добиться как-то ничейного результата. То есть, взять на Х4 сразу либо конь Ф3. Допустим, конь Ф3 в шаг. Король. Ж2. Ну, и повторять ходом конь Х4. Либо забрать и попытаться атаковать после хода король Ж7. Тоже, на самом деле, белые легко отбиваются. А вот в партии человек не разобрался. На слон Д6 он сыграл ладья Д1. И вот здесь, друзья, уже позиция сразу же переворачивается. У черных теперь абсолютно выигранная позиция. Ферси Ж2, король Ф1, ладья Е3. И соперник уже сдался. Действительно, обороняться нет возможности. Потому что прямолинейное взятие это просто мат после хода Ферси Ж2. Ну, и, конечно, конь Ф3. Тут все понятно. Есть, конечно, в этой ситуации один шаг. Можно слоном закрыться. Можно, видимо, и король Ж7 сыграть. И на этом тоже партия заканчивается. Потому что белые в любом случае получают мат, угрожают Ферси Ж2. А если взять ладью, мы уже видели, какой мат последует. Вот такая вот, друзья, интересная концовка. То есть, по факту белые держались всю партию в пределах равенства. Но все-таки... Вот бывают позиции вроде бы равные. Но играть за одну из сторон просто проще. И вот здесь сложилась как раз такая ситуация, что любая ошибка со стороны белых, это сразу катастрофа. А ошибка со стороны черных, как мы видели, можно было даже ладью на Е8 зевнуть, да, где-то, ну, с шахом отдать. Допустим, в варианте Ферси Ф4. И все равно движок показывает абсолютное равенство, несмотря на отсутствие качества. А все потому, что белый король ослаблен. И черные этим пользуются. Поэтому, друзья, не ослабляйте своих королей. Старайтесь ослаблять вражеских королей. И проводить красивые шахматные комбинации, чего я вам и желаю. Всем спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И всем добра и хорошего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!